Приветствую вас и два подхода к решению вашей проблемы. Хотел бы вам предложить. Первый подход это такой, я бы сказал, практический, функциональный. Он связан с работой напрямую с вами через нейролингвистическое программирование. Также подобные техники помогают избавиться человеку от привычки на физиологическому уровню. Такие техники лучше всего использовать на очном приеме со специалистом, потому что, по моему мнению, в режиме онлайн сделать это, мягко говоря, затруднительно. Либо вы можете сами посмотреть в интернете методы и попробовать сделать это самостоятельно. Но только вот конецконечный шанс того, что у вас это получится, достаточно минимальный. Если это просто привычка, которая образовалась у вас как условный рефлекс, то тогда данный подход поможет вам от этого избавиться достаточно легко. То есть там буквально, ну, в общем, буквально, я думаю, пару недель, и вы точно избавитесь от этой привычки. Причем пару недель я называю специально завышенные показатели временного периода, чтобы вы не рассчитывали прямо на слишком быстрый результат. Вообще это делается быстрее. Значит, если у вас это не как бы условный рефлекс, продиктованный, вызванный каким-то переживанием, какой-то ситуации для вас негативный, то тогда нужно работать именно с этой ситуацией. Понимаете? Тогда нужно разбирать, что вызвало у вас эту привычку, и решать тот самый первичный внутренний конфликт. И почему это так важно? Я точно попробую до вас донести. Дело в том, что если мы, например, уберем у вас эту привычку физически, то есть физически, формально вы не будете ничего делать, но переживание, то, что заставило вас эту привычку приобрести, останется с вами, то у вас появится другая поведенческая аномалия. Она может быть выражена в чем угодно, например, там, в речевой сфере, в вербальной сфере, еще как-нибудь она будет проявляться. И вы опять будете испытывать дискомфорт. Да, возможно, не так остро, как сейчас, но все равно. Поэтому здесь зависит уже от вас. Хотите убрать просто привычку в узком смысле, пользуйтесь первым подходом. Хотите убрать привычку на глубинном уровне, используйте второй подход. Что делать, решать вам. А на этом все. Надеюсь, что помог. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи. Продолжение следует...